Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ. Судьи Елеман Раимбеков и сурдоперевод обеспечивает Айгуль Стамбекова. И в начале выпуска коротко о самом важном. Главное не поддаваться панике. Несколько случаев заражения коронавирусом выявлены у казахстанцев. Мы то, что мы пьем. Качество водопроводной воды в областном центре проверили наши корреспонденты. И выяснили такое. За чистый мир эко-пакеты начали раздавать Талткурганским торговым точкам бесплатно. Пробы троих граждан Казахстана, прибывших из Германии и Италии, оказались положительными в результате теста на коронавирус. Информацию подтвердил министр здравоохранения страны Ельжан Бертанов на площадке службы коммуникации центральных. Как стало известно, первый пациент прибыл в Казахстан 9 марта, а второй и третий – 12 марта. Зараженный коронавирусом – это мужчина 1974 года рождения и женщина 1984 года рождения. О данных третьего гражданина пока не сообщается. Интернет-ресурсы сообщают еще о госпитализации с подозрением на вирус гражданина ЮАР, прибывшего в семей. Сейчас проводятся эпидемиологические мероприятия по определению контактных лиц уже на территории Казахстана. Повода для паники нет, добавил министр здравоохранения. Клинические симптомы у этих лиц отсутствуют, чувствуют они себя хорошо. Принимаются все необходимые противоэпидемические меры, в том числе изоляция, наблюдение. Хочу отметить, что мы в полной мере готовы. Подготовлены койки в достаточном количестве. Имеются запасы медицинских препаратов, дезинфицирующих средств. Медперсонал прошел необходимое обучение, знает, что делать. Мы еще раз говорим, что казахстанцам не стоит очень сильно переживать. Это респираторная вирусная инфекция, которая бывает. Есть различные формы, как будут выявлены все контактные лица. Проведена с ними будет тщательная работа, осмотр их, сбор информации о состоянии здоровья и при необходимости обследования. И далее по теме о ситуации в мире. Эпидемиологический кризис разразился почти во всех странах Евросоюза. Число зараженных увеличивается в геометрической прогрессии. На опеннинах в настоящий момент насчитывается свыше 15 тысяч заболевших COVID-19. С момента начала активной фазы эпидемии умерли 1016 человек. В Испании зарегистрировано более 3000 инфицированных. Почти во всех странах Европы введены карантинные меры. Закрыты все ясли, детские сады, школы и университеты. Минимальное количество жертв коронавирусной инфекции пока наблюдается в Германии. Однако эпидемия может охватить не менее 70% населения страны. По предварительным данным, в настоящий момент общий ущерб, нанесенный в борьбе с коронавирусом, может быть в разы тяжелее последствий кризиса 2008 года. По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже, ключевые индексы обвалились почти на более чем 9%. Такого обвала не было еще со времен 1987 года. Это может привести к крупному финансовому кризису, аналогичному кризису 2008 года, говорят эксперты. Давление на процентную ставку оказал и американский запрет на въезд европейцам, а также признание вспышки COVID-19 пандемией. Напомним, что эпидемия коронавируса охватила уже более 100 стран. Многие выздоровели, более 4000 человек скончались. В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр 2020. Однако в связи с пандемией нового коронавируса церемония прошла без зрителей и транслировалась по Олимпийскому каналу. Греческая актриса Ксанти Игнатию исполнила роль верховной жрицы и вынесла Олимпийский огонь на стадион. Эстафета продлится с 12 марта по 24 июля. В ней примут участие около 600 человек. По территории Греции факел пронесут в течение 8 дней. 19 марта Олимпийский огонь передадут Японскому Оргкомитету. Президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах в своей речи отметил, что Олимпийские игры являются символом мира и демонстрируют единство гуманизма. Напомним, что Олимпийские игры 2020 запланированы на срок с 24 июля по 9 августа в столице Японии – Токио. Продолжаем выпуск. В Казахстане сегодня сокращен жуман-намаз и переостановлена пятничная проповедь. Духовное управление мусульман Казахстана приняло ряд мер, направленных на недопущение распространения коронавируса в стране. Так, с 20 марта будет временно приостановлена 30-минутная проповедь, которая читается перед пятничной молитвой. После намаза людям рекомендуется не пожимать друг другу руки со словами жуман-хабл-босса. В мечеть следует приходить в маске и не приводить с собой несовершеннолетних детей. Пожилым людям, больным и женщинам рекомендовано воздержаться от посещения жуман-намаза и совершать обряды молитвы дома. Просим казахстанцев отнестись к этому с пониманием. Все меры приняты в профилактических целях. Здоровье нации превыше всего. С временными ограничениями вы можете ознакомиться на официальном сайте Духовного управления мусульман Казахстана. В этом году пассивные площади в Алматинской области составят 996 тысяч гектаров. Это на 5 тысяч гектаров больше, чем годом ранее. Основной акцент делается на сахарную свеклу и будет засеяно 16 тысяч гектаров. То есть на 2 тысячи больше прошлогодних показателей. Увы, несмотря на хорошую проделанную работу, регион не смог достичь республиканской планки. Начал собрание Серегжан Бескимпиров. Средний показатель в стране 102,2%. Наша регион достиг отметки в 10,9%. Заместитель Акима области выразил крайнее недовольство работой руководителей районов. Так, худшие показатели в животноводстве у Алакольского, Кигенского, Аксусского, Карасайского районов и города Талкурган. Критику Акимы восприняли вполне адекватно и даже пообещали устранить недостатки за 2-3 месяца. Не отрабатывайте. Лишь бы как попало. В этом году, я говорю, каждое крестьянское хозяйство будет мониториться. Вы как посевную отведете, мы сразу на поле выезжаем в каждый район. С каждым крестьянином будем беседовать. И его площадя по карте все посмотрим и выйдем на место, будем смотреть. Каждый район будем мониторить. Необходимо развивать в области и мелкое фермерство. Это и самозанятость, и самообеспечение. Особенно в сельской местности. Именно на развитие предусадебного хозяйства рассчитан ирригационный комплект. Его презентовали в ходе селекторного совещания. Он позволяет выращивать овощи и фрукты в домашних условиях. По словам Замакима, система может окупить себя в первый же год, а также гарантирует 10-15 лет бесперебойной работы. Люди попросили, власти услышали. Ежедневно для более 2,5 тысяч шамалганцев добраться на работу или учебу и обратно домой было небезопасно. Дело в том, что им приходится переходить железнодорожный переезд прямо по рельсам и шпалам. Многие это делают там, где им вздумается. Этот вопрос власти области взяли на контроль. Он решится уже нынешним летом. Для местных жителей переезд Алматы-Шамалган наболевшая проблема. Ежедневно более 2,5 тысяч людей вынуждены проходить железнодорожный путь на свой страх и риск. Понимая всю ситуацию, Аман Акбаталов ради удобства и безопасности граждан поручил построить надземный переход. На реализацию проекта предусмотрено 353 миллиона тенге. Работы ведутся полным ходом. И в середине лета ответственные лица намерены сдать переход в эксплуатацию. Работы ведутся согласно графику. Все строительные материалы есть. Надземный переход будет соответствовать всем современным стандартам. Будет лифт для удобства. Строительство начали в ноябре прошлого года. Мы каждый день ходим по этим местам. Много детей ходят в школы через этот железнодорожный путь. Все рады, что начали здесь строительство перехода. Выражаем благодарность за это. Решится проблема и автолюбителей. На данном участке Алматы-Шамалган каждые сутки проезжает до 40 тысяч автомобилей. Из-за постоянно курсирующих различных поездов возникают дикие пробки. Тем более в сентябре прошлого года здесь поезд сбил автобус, где авария не обошлась без жертв. Поэтому мост для автомашин здесь нужен как воздух. Ситуацию понимает и руководство области, твердо взявшись за решение проблемы. Разработка проекта уже завершена. Четырехполосный поезд будет 340 метров в длину и 25 в ширину. Также дом моста по 3 километра с двух сторон будет построена качественная дорога. Строительство моста начнется примерно в июне этого года. Согласно запланированному графику, намерены завершить реализацию проекта через полтора года после начала строительства. После его окончания старый переезд через железнодорожный путь будет закрыт. И начнется новый этап в жизни села Шамалган, уверены местные жители. Илья Аман Рамбеков, Курманжан Касымжанула, Аманжал Жанкишев, телеканал ЖИЦУ. После жалобы жительницы города ЕСИК и имбекших казахского района на некачественную питьевую воду от встревоженных жителей областного центра к нам в редакцию стали поступать телефонные звонки. Насколько качественной питьевой водой снабжает нас городское коммунальное предприятие, наш корреспондент провел пробы. Предметом беспокойства многих хозяйок областного центра является накипь в чайниках, посудомоечных и стиральных машинах. Накипь у нас без конца. Я через день чайник чистю, чтобы даже налить в посуду какую-то воду, вот кипячу я ребенка корму, внук маленького, наливаю в пиалушечку или там куда-то кисушечку, наливаю воду, и прям накипь у нее видно, как будто чуть-чуть мукой подсыпана. По словам специалистов, накипь образуется с жесткой воды. Это природная особенность нашего региона. Питьевая вода, подаваемая коммунальным предприятием ЖТСУ «Водоканал», добывается из подземных скважин, имеющих глубину от 60 до 100 метров. Далее она проходит процесс обеззараживания водным раствором гипохлорита натрия, который вырабатывается из обычной пищевой соли методом электролиза. В отличие от хлора, гипохлорит натрия нетоксичен. У нас вода получается средней жесткости. По ДК жесткости по воде это до 7. У нас вода получается 3,6-3,8, смотря с разных подъемов, с каких идет. И считается это средней жесткостью. Получается, накипь образуется, это как бы природа воды. Это свободные соли жесткости. При кипячении они выпадают в осадок. Но ничего страшного в этом нет. Лаборатория ЖТСУ водоканала оснащена современным испытательным и измерительным оборудованием немецкого, японского и российского производства. Она нацелена на выявление тяжелых металлов, также определяет степень содержания в воде сульфатов, хлоридов, нитратов и прочих химических веществ. Отбор проб проводят квалифицированные специалисты, имеющие большой стаж и опыт работы. Лабораторный контроль является неотъемлемой частью технологии обеспечения качества питьевой воды. У нас находится лаборатория, которая проводит контроль качества воды ежедневно, включая субботы и воскресенья. В выходные дни лаборанты ездят, отбирают пробы, идет посев на бак анализ и делается химия. Также делаются полные химические анализы постоянно по графику, которые контролирует наша обл.СЭС и нацекс города Талдыкургана. Поэтому вода безопасно поступает к жителям нашего города. Следует отметить, что два раза в год, весной и осенью, предприятие проводит профилактическую промывку водопроводных сетей Талдыкургана. Таким образом, вода в сетях областного центра оказалась высшей пробы. Но если сомнения все же возникнут, руководство ЖТСУ «Водоканала» просит обращаться в диспетчерскую службу по телефону 22 12 61. Вызов сотрудников организации и проведение лабораторных анализов бесплатный. Евгения Присяжная, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ. С заботой об окружающей среде. Из магазинов областного центра могут исчезнуть одноразовые полиэтиленовые пакеты. Случится это, если идея волонтера Никиты Шведина воплотится в жизнь. Талдыкурганец предлагает предпринимателям заменить привычный целлофан на бумажную тару. Добровольцы намерены на бесплатной основе обеспечивать торговые точки эко-пакетами. Идея заменить полиэтиленовые пакеты на бумажные у талдыкурганца Никиты Шведина зародилась еще год назад. Однако заняться этим вопросом вплотную мужчина решил нынешней весной. Одним из первых задумку молодого человека поддержала предпринимательница Светлана Друзина. По словам владелицы магазина, инициатива проекта благая. Поэтому нужно помогать реализации идей и агитировать людей переходить на эко-пакеты. Сейчас уже люди привыкли, и в основном берут только пакеты. Просят бумажные пакеты. Мы еще говорим, что экологически чисто, тут реклама, тут пожалуйста. Ну, примерно в неделю где-то пакетов 200. 200 приходит и 200 пакетов уходит. Мы еще хотим рекламу сделать. Ну не реклама, просто что берите, спрашивайте, прям не то, что берите, а спрашивайте экологически чистый пакет у продавцов. Каждого предпринимателя и продавца Никита просит настоятельно рекомендовать клиентам эко-тару вместо полиэтилена. Если люди будут осведомлены о том, что в магазине есть бумажные пакеты, то они сами откажутся от целлофана. На сегодняшний день волонтер предоставляет эко-тару более 20 магазинам. Чтобы снабдить каждую торговую точку, ежемесячно Никита заказывает из Алматы 10 тысяч бумажных пакетов. Спонсоров у нас нет. У нас все окупаемость идет за счет рекламы. То есть мы печатаем рекламу на эко-пакетах, и за счет этого мы можем позволить их печатать. У нас тоже есть рамки по рекламе. То есть мы не размещаем на эко-пакетах такую рекламу, как похоронное бюро, потом кальяны мы не размещаем, мы не размещаем бары на этих, именно не размещаем секс-шопы. То есть это будет как-то неэтично, если человек покупает продукты, а там реклама либо похоронного бюро, либо кальяна. По словам Никиты, каждый месяц число предпринимателей, поддерживающих идею, растет. Так во время съемки еще один владелец магазина решил частично отказаться от полиэтилена. Как считает Улан Бельдюбаев, задумка волонтера несет пользу не только окружающей среде, но и бизнесу. Раньше привозили как-то, и потом уже перестали привозить. Ну, видать, реклама не пошла или что на пакетах. А в принципе, и экология плюс, и мне по деньгам, честно сказать, плюс. В экономическом плане я уже пакеты не покупаю, а уже бесплатные раздаю. То есть мне выгодно. Буду агитировать, чтобы брали эко-пакеты. В будущем Никита планирует увеличить поставку бумажных пакетов в два раза. Помимо этого, волонтер задумывался над реализацией более прочной эко-тары, так как нынешние пакеты выдерживают массу не более трех килограммов. Молодой человек надеется, что его примеру последуют и другие. И, возможно, найдется в регионе Меценат, который финансово поддержит и поможет вывести идею на новый уровень. В экологическом плане превосходство бумажного пакета над полиэтиленовым велико. К примеру, если первый разлагается в течение от одного до трех месяцев, то пластиковая тара сотнями лет. Ануар Амангельдинов, Нуржан Муканов, телеканал ЖИТСУ. В продолжении выпуска другие интересные события. Оставайтесь с нами. Им и слава, и почет. Награды многодетным матерям вручил Аким города. Топил печь крестами. В Текиле задержан вандал. Кошелек, кошелек. Какой еще кошелек? В 38 карманах краж выявили полицейские в Талдыкургане. Почет и уважение. Сегодня в Талдыкургане состоялось вручение знаков отличия многодетным матерям. Испокон веков материнство воспринималось как высший дар. Современные многодетные женщины не только успешно справляются с родительскими обязанностями, но и проявляют активную гражданскую позицию своим участием в общественной жизни страны. К слову, в областном центре насчитывается 4 с лишним тысячи многодетных матерей, среди которых более 700 являются обладательницами подвески Алтаналха. Чуть больше 750 имеют Кумысалха. Новый статус матерей-героинь появился еще у 15 женщин. Сегодня Аким города Галмжан Авдраимов вручил многодетным мамам 6 подвесок Алтаналха и 9 Кумысалха. Городоначальник поздравил женщин с высокой наградой, отметив их вклад в улучшение демографической ситуации страны. Мы сегодня поздравили маму с золотой медалью, с серебряной медалью. Многодетных мам сегодня поздравили. Многодетным мамам я желаю счастья, здоровья, чтобы они жили долго и всю жизнь знали, что у них есть опора, есть дети, внуки и правнуки, чтобы они всю жизнь были счастливыми. Сегодня я стала обладательницей подвески Алтаналха. У меня семеро детей. Эта награда не просто за материнство, но и за тот труд, который мы вкладываем в воспитание детей. Многодетные матери должны принимать участие в общественной жизни государства, вносить свой посильный вклад, поднимая демографию страны. Некоторые женщины боятся рожать много детей. Лично за себя могу сказать, что для меня материнство – это счастье. В то же время я стараюсь сама обеспечивать своих детей. К другим темам. Конструктивно-общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана. В стенах Дома журналистов с этой тематикой состоялся третий слет идеологов ЖТСУ. На встрече с представителями Центра анализа и прогнозирования, Рухани Жангру, пресс-секретарями и другими заинтересованными лицами, маститые идеологи поделились накопленными знаниями. Пропаганда терроризма, стирание нравственных ценностей, борьба за мировое влияние с самыми жесткими мерами – все это активизируется в мире. В нынешнее время держать идеологию Казахстана в правильном русле – одна из самых сложных задач. Требуется понимание нынешней ситуации и к чему она может привести. Огромная ответственность ложится на плечи молодежи. Ведь идеология может привести как к развитию, так и к краху. Об этом и рассказали спикеры слета идеологов ЖТСУ – Айдар Башпаев, Галя Скарсарбаев и Бахтяруни Рыбаев. Большая работа в этом направлении проводится и управление внутренней политики Алматинской области, которое успешно справляется со своей работой. По поручению лидера нации и действующего президента большое внимание сейчас уделяется информационной политике, в частности работе государственных органов, представителей государственных органов, социальной сети, в интернет-пространстве. Необходимо заполнять это пространство нужной и необходимой информацией для стабильного, слышащего, развивающегося государства. Поэтому при управлении внутренней политики, при поддержке Акима области, были созданы и функционирует очень много учреждений, в том числе это в первую очередь, это ЖИЦУ-Медиа, региональная служба коммуникации, проектный офис «Рухани Жангру», а также Центр анализа и прогнозирования. Благодаря их работе и их представителям в регионах, в районах и городах Алматинской области, наша область в ведущих рейтингах, социальных, информационных, аналитических рейтингах, именно по разъяснению, по доведению до населения всех государственных программ, по сохранению стабильности. И этим направлением наши учреждения берут ведущие места. Высокие показатели в республиканском рейтинге. Результат слаженной работы представителей всех регионов края ЖТСУ. Поэтому лучшие районные пресс-секретари и сотрудники отдела внутренней политики получили дипломы и ценные призы. Айткуль Медиева признана лучшим предуководителем отдела внутренней политики. Самым оперативным пресс-секретарем признан Олжас Курмашев из Сарканского района. Также диплом первой степени получила Тюлемисова Динара из Имбекши-Казахского района. Наша работа выдалась действительно плодотворно. Спасибо руководству области за то, что не оставили без внимания наш труд. Это действительно дает нам большую мотивацию для дальнейших наших совершений. Также для специалистов, связанных с информационной политикой, глава Матрица КЗ провел мастер-класс по оттачиванию навыков ведения дел в интернет-пространстве. Елена Раймеков, Абзал Несипов, телеканал ЖТСУ, Талтыкурган. Разумная экономика. Школы, детские сады и больницы в Атаро переведут на щадящий режим. Речь идет об энергосбережении. Модернизацию соцобъектов поможет провести компания NCOC. Особое внимание уделяется системе освещения, как внутри зданий, так и на улице. По словам разработчиков, замена обычных ламп на светодиодные поможет сэкономить деньги. В будущем компания планирует достичь снижения энергоемкости в регионе до 25%. Семейские наркоторговцы перевезли наркотики внутри боксерских груши. В результате оперативно-следственных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить и задержать фигурантов уголовного дела. Следствием установлено, что в начале марта текущего года трое подельников получили крупную партию наркотических средств, предназначенную для реализации, сообщили в департаменте полиции ВКО. На данный момент трое подозреваемых 1989, 1991 и 1992 годов рождения задержаны и водворены в изоляторы временного содержания. Стражи порядка устанавливают источник поставки наркотических средств. Начато досудебное производство по признакам уголовного правонарушения по статье 297 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта». Житель Текили вышел из положения, совершая акты вандализма. Местные жители стали жаловаться, что с могил их захороненных близких стали пропадать кресты. 9 и 10 марта в полицию города Текили обратилось 5 граждан с заявлениями о кражах. Полиция мгновенно принялась искать преступника. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан безработный 32-летний местный житель. Оказалось, кресты он рубил на дрова и топил ими печь. Вандал признался содеянным. В ходе проверки стражи порядка обнаружили у него дома деревянные части от одного из украденных им крестов. Со слов подозреваемого, он воровал кресты с кладбища в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения. А водку купил для того, чтобы побороть страх. Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования в соответствии со статьей 188, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Кража». В отношении подозреваемого избрано меры пресечения подписка о невыезде. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Личность задержанного проверяется по всем учетным базам полиции на предмет совершения аналогичных уголовных преступлений. В Алматинской области созданы спецгруппы по борьбе с карманниками. По итогам прошлого года зарегистрировано 38 случаев выявления карманных краж. За последние два месяца в автобусах, крупных супермаркетах и общественных местах задержано 8 воришек-щипачей. В нашем регионе полицейскими была организована секретная служба по отлову уличных преступников в местах массового скопления людей. В данное время в целях сокращения данного вида преступлений правоохранителями ведется разъяснительная работа среди населения через средства массовой информации, соцсети, а также посредством раздаточного материала в виде брошюр. В рамках профилактики правонарушений среди населения была проведена информационно-разъяснительная работа в торговых домах, общественном транспорте. Обращаясь к жителям Алматинской области, просим вас не класть личные вещи и сотовые телефоны в доступные для воров карманы. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok